Сегодня у меня на завтрак я сделала себе смузи, шпинат, кейл, зелень свежая, фиги и финики вяленые, яблочко, бананчик, чая сиц добавляю и добавляю вот такую вот сухую зелень еще, порошочек. Меня спрашивали, доверять брендов много сейчас, доверять или нет, но я не знаю, читайте в интернете, наверное, какие-то отзывы, как-то сами ориентируйтесь. Ну вот я здесь покупаю магазин у нас Холмд Барретт и в интернете бывает выписываю, то есть нужно все смотреть как-то, не знаю, но в основном по отзывам, да. Наверное, больше ориентироваться, кто что пишет и сейчас же рейтинги можно смотреть, какой рейтинг занимает данный продукт и на это так ориентироваться. Ну я вот такой вот покупаю. Вот так вот оно выглядит и здесь написано зелень, порошок плюс кейл, помогает от усталости, дает энергию, очищение и вот здесь вот что в составе есть. Так, это вы, если есть желание, переведите сами, что здесь в гугле можно в переводчике перевести. Вот такой вот состав и вот здесь вот даже рецепт указан для смузи, можно пользоваться. Вот тут написано 2-3 чайных ложки класть, но я кладу только пол чайной ложечки, потому что мне не нравится, когда переборщишь, тоже вкус такой травяной получается. Поэтому я эту свою дозу нашла и пол чайной ложки мне хватает. Сегодня у меня на завтрак смузи, я его употребляю каждый день. Положила, свежих у меня нет, я всегда в запасе держу мороженое. Вот шпинат у меня мороженое и кейл мороженое. Вот такими кубиками, вот такими кругляшками он сделан. Я по одному кругляшку вот сюда вот в блендер кладу, пол яблока, пол банана, чайосиц у меня добавлю. И льняное семя, вот свежесмолотое. И соевое молоко у меня на этот раз. И еще добавляю по одной финики, по одной штучке и фиги. Сегодня я решила себе после смузи сделать кашу. Это у меня овсянка, органик на воде. Я сейчас сварю, ее варить надо. И добавлю туда каких-нибудь яблочек или нет, ягод наверное добавлю лучше. У меня мороженое есть. Блубери, это голубика, черника. Вот, и я ее добавлю и добавлю, может быть немного, вот у меня агава. Агава это заменитель сахара, натуральный сироп такой. Может быть не добавлю, посмотрю как, как захочется. Так, после смузи я еще съела банан и попила зеленый чай с сахаром. И вот на работу я сейчас перестала брать какую-то еду, такую конкретную, как я раньше брала. Просто даже мне много, я не хочу столько есть. И просто я вот сейчас немного, там где-то в обед, я попью кофе, взяла вот с собой мед, вместо сахара, может быть. И вот этот мой сэндвич, мой любимый. В подсказках будет рецепт, как я его делала в видео. Вот, ну и яблоко может быть съем. И все, и мне достаточно, это до конца рабочего дня. Вот, а потом вечером я приезжаю и уже у меня получается обед-ужин. Такое, что-то я ем уже такое. Ну, в общем, получается, как бы утром небольшой завтрак и в обед перекус, а вечером уже еда. Ну и стараюсь, конечно, там в 6, но самое большое в 7 часов поесть. Так, сегодня у меня на завтрак что-то мне захотелось овощей. Ну, овощи я, конечно, могу есть на завтрак, на обед и на ужин. Не знаю, у меня такая какая-то к нему любовь непонятная. Очень люблю и очень мне вкусно. В каком бы виде, то ни было, в сыром или в отварном, или обжаренном. Ну, в общем, по-всякому. И положила сюда, отварила себе капусту, это брокколи и цветная капуста. Просто с солью отварила и посыпала немножко зеленью руккола и шпинат здесь. И черри томат, помидорчики положила. Ну, в общем, хотела поесть одну капусту, получился целый салат. Полила немножко маслом авокадным, холодного отжима покупаю я. И вот остатки еще хумуса. Ну, правда, тоже я в Теско его беру, когда самой лень делать. Вот, и он даже вкуснее, чем у меня получается, когда я сама делаю. Очень вкусный хумус с лимоном и с кориандом состав. И вот такой у меня сегодня завтрак будет. Это я готовлю аспарабус, спаржа, кабачки мелкие такие. И посыпала немножко солью черной горчицы, черные такие вот семена, черная горчица, вот так вот она называется у нас. И в Сисейме там кунжут, кунжут, тоже черный кунжут, черные семена, вот такие. И все это обжариваем. Очень вкусно получается. Так, и вот это вот у меня капустный пирог или... Ну, да, пусть капустный пирог будет. Как это делается? Делается зажарка из любых овощей, с томатным соусом, с томатной пастой, такая немножко с жидкостью должно быть. И капусты, листы. Лучше их обварить в кипятке, чтобы они были помягче и срезать то утолщение. Потом на дно формы наливается эта зажарка, соус такой, потом выкладывается лаваш, листы, потом капуста, потом опять зажарка, потом лаваш. И сверху лаваш, верхний слой и зажарка жиденькая, такая вот она разбавляется. И намазываются эти листы, лаваш, чтобы был пропитан весь. В духовку на 200 градусов, минут на 30. И все получается вот такая вкуснятина, вкуснятина. Вот. Все это очень быстро съедается, правда. И сейчас я на ужин себе сделала вот такой кусочек и просто отварила по соленой водичке вот эту вот брюссерскую капусточку. И такой у меня будет тоже очень-очень вкусно. И сегодня у меня на обед вот вчерашний капустный пирог, брокколи. Добавила еще маш. Сначала обжарила на сковороде черные зерна горчицы, плюс черный кунжут. Обжарила. Потом добавила лук и чеснок мелко порубленный. Тоже обжарила немножко и добавила туда немножко отваренный уже маш. И чуть-чуть дожарила, дотушила. И вот такая вот у меня еда получилась. Очень вкусная. Взяла лаваш. Вот такой диаметр был со сковородку. Положила туда вонутри шпинат и сыр тертый. Так вот завернула и подогреваю. Получается такой классный сэндвич. Вот это у меня сегодня на обед. Это я делала по рецепту Ирины Кузьминой. Запеченная капуста в духовке. В общем, она показывала рецепт. Она отваривает сначала капусту, разрезает ее на части. Потом она делает зажарку из овощей. Лук, морковь, сладкий перец, специи. Да все что угодно можно. И чеснок добавляет. И потом она начиняет просто эту отваренную капусту. Части капусты между листиками накладывается вот эта вот смесь. Обжарка. И ставится в духовку. Я не стала ее отваривать капусту. Я просто взяла сырую капусту. Начинила ее этой зажаркой. И подлила водички просто. И вот такая у меня кастрюля с крышкой она. Огнеупорная. Я прям крышкой закрыла и поставила ее там на час где-то, наверное. Примерно в духовку. На 180 градусов. И все прекрасно запеклось. Не надо отваривать ее. И очень вкусно. Такой запах обалденный. Просто эту крышку открыла. Просто обалдеть запах вкуснятина. На обед сегодня сделала. Отварила фасоль. И обжарила ее с овощами. Лук, морковка, чеснок. Томатную пасту добавила немного. Готовую уже у нас продают в магазинах. И вот с такими крекерами я это ем. Очень вкусно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...